Парни, если вы уже успели посмотреть новых Мстителей или только собираетесь на них пойти, то у меня для вас отличные новости. Тест и дроп сделали крутейший подгон для всех любителей Мстителей. До конца недели у них можно пройти тест на знания любимого героя и получить очень сочные бонусы. От процентов на баланс до халявных кейсов Мстителей и премиум валюты. Так что бегом переходим по ссылочке в описании и забираем свои плюшки пока они остались. Приветствую всех, с вами Миджарк. Последний выпуск рубрики Божество с нуля вышел аж 9 апреля и дело тут не только в том, что я ленивый. Мои хейтеры уже наверное начали думать, что я сдулся, да и сам я начал об этом задумываться. То ли уровень игры третьих энчинтов резко вырос, то ли я резко ослаб, но выигрывать как раньше у меня не получается. Напомню, что раньше в каждом выпуске был один герой, на котором я поднимал одну звезду текущего ранга и показывал самые интересные игры. Этот выпуск должен был быть на Тимпларке. Достаточно сильный герой. Смысл в том, что благодаря своему таланту, который бафает урон от трап, она может просто не пускать врагов на хг. Меня он часто спрашивает, типа, а как тебе отдают мид столько игр подряд? Или же те, кто поглупее высирают что-то по типу, ха, да с такой командой у меня было бы 20к ммр. Типа, ты попробуй выиграть на моем аккаунте, где сразу 4 иконки в миде. В каждой игре дабл фарм, дабл лес и так далее. В общем-то, у меня происходит то же самое. В каждой игре, моментально помимо моей иконки в миде, ставится еще 2-3. Но я все равно же как-то стою в миде в каждой игре. Отвечаю особо одаренно. Если вам необходимо пойти в мид, то берите героя на фп. Можете еще помолиться, чтобы вас не контрпикнули, но сразу говорю, что это не поможет. Вот и пикал я тимпларку и стоял в миде против вайперов. Кстати, что удивительно, вайперов в миде я пиздил ногами, но игру выиграть не мог. Думаю, ну ладно, забить на тимпларку, сделаю выпуск на бойнике. И опять что-то не пошло. Ну че делать, раз вы такие боги на Эйнштейнах играете, то буду брать героев по ситуации и перестану фпшить мидеров. Я понимал, что если не брать героя на фп, то хрен кто отдаст мне мид. Поэтому сразу поставил иконку в легкую линию. Взял Сларка, купил команде Курьера, я не гордый че. Кто бы что ни говорил про то, какой Сларк плохой герой и им нереально выиграть. Против слабых игроков он заходит отлично. На линию меня пришла душить трипла из виномансера Винги и Визажа, однако я умудрился забрать птицу на фб, Вингу у меня застилил мой великолепный саппорт и после я еще ядовитую змеюку убил. Вторая минута, 4 крипа, 2 кила, все в порядке. На третьей минуте я вновь решил напасть на Вингу, правда килл я вновь не получил, да еще и сдох. Однако Путш с Личом вновь отправили эту триплу в таверну. Линия у меня была слишком легкая и Баланар на пятой минуте решил это исправить. Это их мидер если че. Но к сожалению Путш кукнул его под башню и он сфидил. Правда после этого я тоже сфидил, но главное не расстраиваться. Затем ко мне под башню решил зайти виномансер, за что был наказан. На восьмой минуте я вновь его убил, но его команда за него отомстила. Сразу после выхода из таверны я сдох еще раз и решил, что пора бы перестать фидить. Очевидно, что с такой конченной линией Лотара я смог вынести только на пятнадцатой минуте. После чего начал просто бегать и убивать. Хотя на самом деле я был топ один по нетворцу. Не понимаю как это произошло, но все же. Откровенно говоря показывать в этой игре больше нечего. После появления Лотара я еще минут пятнадцать бегал, убивал дурачков, а затем мы вынесли им трон. Поэтому сразу переходим к следующей игре. Примечательна она тем, что в ней было сразу два смурфера. Лансер с ником FarmMain6200ПТС и Бэйн. Откровенно говоря в тот момент я подумал, что это чсвшная очередня раз 4к ПТС. Но сейчас он уже апнул божество один. Я прочекал профиль и действительно, похоже на правду. И также Бэйн в моей команде подозрительно быстро апает ранги. В этой игре мне даже кора не дали. Войд проиграл мне ролл, но все равно пикнул керри. Ладно, я не гордый. Тем более, что сейчас в поднятии рейтинга четверки чуть ли не эффективнее коров. Но четверкой в этой игре был Рубик, а я был в роли вардовой шлюхи. Вначале я купил варды, танго и кларити, поставил вард. В это время моя команда сделала даблкил на топе. Ну а я начал зонить Дума. Дум это герой, которому очень важен левел. Получив пятый левел и имея в закупе сапог с орбов феномом, он может начать убивать саппортов или керри без эскейпа. Поэтому очень важно не дать ему получить этот самый левел. У врагов в команде был лесной сикер, которого гонял в скобочках фидел мой Рубик, который четверка. Видимо, поэтому войд решил, что будет как-то несправедливо держать линию на одном месте. И спушил ее. Был бы я на каком-нибудь скай маге или таске, я бы ушел с этой линии и больше к этому дебилу не возвращался. Но я всего лишь дезраптор пятой позиции. Поэтому я пошел делать отводы, чтобы восстановить линию. На третьей минуте к нам перетянулся лансер, но оно и понятно, стоял он по сути в соло против Бэйна, в то время как его саппорт гонялся за Рубиком. К лансеру перетянулся Леон и помешал мне сделать двойной отвод. Дум, соответственно, перетянулся на легкую линию и сразу же умер от Бэйна. В это же время я тоже решил сдохнуть, но фраг достался Леону, поэтому не страшно. Прилетев с базы, я нашел вард и попинговал своего макерри, чтобы он его съел тангусом. Получил 100 голды и отрегенился. Эх, мне бы так саппортили. В это же время к нам перетянулся Рубик, и мы еще и лансера убили. На седьмой минуте лансер только получил пятый левел, а у Войда уже был купол, поэтому мы убили его еще раз. Лансер, видимо, сильно горел в этой игре. Не успел он прилететь с таверны, как тут же накинулся на меня. Убить-то он меня убил, но я всего лишь четверка. Зато мой керри убил его третий раз подряд. Ближе к десятой минуте я решил перетянуться на топ, загангать Дума. Про него тоже забывать не стоит. Там меня еще и Леон встретил. В итоге я на каких-то лакичах выжил, а Дум отправился в таверну, прихватив с собой Леона. Бейн еще им в чате бил по морали, а Леон с Думом на это велись. На пятнадцатой минуте я вновь загангал Дума, а на семнадцатой минуте мой Бонфлетчер попытался убить Сикера. В итоге не убил, получил Дум, умер. Но Войд поставил отличный купол в трех героев, я накрыл их ультом, и все они там полегли. Ну и нужно отдать должное. В этом файте Рубик украл Дум и задумил Дума. Правда это ничего не решило, но все равно, надо же его хоть в чем-то похвалить. На двадцатой минуте Дум снова отправился в таверну. Затем я с руки под ДДХ и убил Леона. На двадцатой минуте, благодаря моему варду, Войд убил Лансера, и мы забрали Т3. А на двадцать четвертой минуте я включил мапхак и в соло убил вражеского керри. Ну, в принципе, левел-то у меня чуть повыше. По фарму я от него отставал всего на тысячу, поэтому ничего удивительного. Последний файт в этой игре был на двадцать седьмой минуте. Ну, хотя как файт? Мы просто убили Дестройера и вынесли им базу. Даже челик, который не умеет держать линию, может играть 8-1, если его облизать. Ну, правда, еще тут Бейн задрот был, поэтому игра была слишком легкая. Далее идет луз на бойнике, победа на Сларка, но за Сларка все игры однотипные. Терпишь на линии, покупаешь лотар и выигрываешь. Поэтому давайте разберем еще одну игру на Дизрапторе. Уж очень мне этот герой понравился. В этой игре против нас стояла дабла из Дарквиллу и ВРки, я слил ФБ, но в итоге Пуш забрал ВРку. Вернувшись на линию, я повесил Тандерстрайк на лоу-хпшную фею и ее добила Мартра. Поскольку линия была в хлам пропушена, я решил сделать отвод, но зафейлил. Рядом оказались враги, и я еще раз чуть не нафидил, но мне повезло, я выжил, а Фантомка еще раз убила фею. На четвертой минуте Мартуру пришел Ганвид Шэдоу Демон, в этот раз Мартуру они забрали. Но и сами они никуда не ушли. К тому же Мартра вернулась с телепорта и забрала Дарквиллу. В общем-то нормальный размен. На шестой минуте я снова разменял себя на ВРку и уже после пришел убивать их в смоках. У Мартры, кстати, счет уже 5-1. На восьмой минуте я закрыл ВРку в загон и подарил еще один фраг своему керри. Уже один стайсист, кстати, для себя получил. Ну, я, конечно, и фижу достаточно много. Вот на девятой минуте я опять фижу. Но каждый раз, когда я фижу, Мартра делает фраги. На двенадцатой минуте, благодаря Варду на хайграунде, я ловлю в стадик Шторм ВРку с Феей и ВРка уже никуда не уходит. Ну, а потом еще и инвокер зачем-то решил сфидить. Учитывая, что у нас было огромное преимущество, мы воспользовались дефолтной тактикой. Сначала сломали все Т1 и Т2, взяли Аегис на Мартру и уже на двадцатой минуте вынесли им первую сторону. Преимущество у нас и так было без малого 15 тысяч, а теперь все 20. На двадцатой минуте мы бы и закончили игру, если бы Мартра не полезла под фонтан за рампагой. Но тут как бы сложно его за это осуждать. Рампага штука приятная. Учитывая наше преимущество и то, что мы вынесли им уже две стороны, мы никак не могли проиграть. Поэтому можно и пофидить. В итоге закончили мы эту игру на двадцать шестой минуте. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и переходить на мой второй канал. С вами был Межарк. Всего доброго!